О том, какая погода на звёздном небосклоне, расскажет наш проводник по миру шоу-бизнеса. Завсегдат из светских вечеринок Дмитрий Оленин. Сегодня он пришёл к нам не один. Здравствуйте. Доброе утро, профессор. Позвольте представить вам Сергея Лебавина, многократный лауреат премии «Шансон года». И вообще человек разносторонней развитой. Серёж, давайте вот сразу вопрос оставлять в лоб. Вы человек спортивный. Каким спортом больше всего увлекаетесь? Где у вас больше достижений? Я сейчас занимаюсь по большей части физкультурой, а раньше занимался вольной борьбой. Борьба – это самозащита или нападение? Это спорт, и любой вид спорта контактный – это больше самозащита. Но в уличной какой-то ситуации, если уже доводы… Давайте попробуем. Сергей, давайте. Показывайте, показывайте. А вы добрый самолитяне. Самое главное в этом случае – не травмировать человека, и чтобы он вас не травмировал. Вот это самое главное. Я мне ещё с профессором ввести программу. Сейчас что-нибудь из простенького совсем. Давайте, совсем из простенького. Что я должен сделать? Ну, идите просто как обычно, вот хулиган начинает. Давайте. Молодой живой. Профессор, спасайте меня! Хулиганы нападают! Хулиганы в студии! Смотрите, буквально. И объяснить человеку на ухо, спросить у него, где ты служил, чтобы всё закончилось миром. Моё убеждение, что конфликт с пьяным человеком, с человеком агрессивным, лучше решать миром. Лучше сказать ему, объяснить человеку, поговорить с ним, что-то такое. И это уже в крайнем случае, если это уже не человек, а какое-то вот существо уже, тогда можно что-то применить. Зомби-спорт, а чем ещё вы увлекаетесь? Я очень люблю баню, я очень люблю готовить именно русскую кухню, настоящую русскую кухню в русской печи. Вы готовите покупное или то, что добыли сами? Я готовлю иногда то, что добыл сам. То есть вы ещё и кто вы? Охотник, рыбак? Я люблю рыбачить. Рыбачить. Где вы? Море, речка, пруд? Это может быть море, речка, пруд, Онежское озеро, Ладога, где угодно. Видите, профессор, на все руки мастер. А вот нас интересует баня. Расскажите нам про баню. Какие правильные температурные режимы, временные режимы? Как правильно принимать баню? Вот у меня, Дима, мечта очень большая. Возродить наконец-то русскую баню в России. Потому что то, что сейчас происходит, вот эта печка-буржуйка финская, железная, это не русская баня. Русская баня это каменка с закрытыми камнями. И температура там, как ни странно, мне никогда не верят. Когда вы заходите в парную, вот у меня классическая парная, там температура 60 градусов. Так мало? Так мало. Ну, Александр, вам может подсказать, где есть естественные 60 градусов на солнышке? Но есть маленький нюанс. Есть печка-каменка с закрытыми камнями, в которой камни при топке 5 часов, они на коллегии будут истекаются. Сергей, скажите, пожалуйста, ну вот, все-таки охота, рыбалка, баня, это понятно. Мы с Александром пригласили вас сегодня в студию, как артиста, как певца. Где и когда могут ваши поклонники вас увидеть, услышать? Ваш юбилей грядет? Грядет юбилей, и это будет серия больших концертов, это будет симфонический оркестр, это будет большое количество приглашенных гостей, артистов. Очень много сюрпризов, о которых, может быть, я сейчас не стану распространяться. Вот так. Сергей, и дайте совет нашим зрителям, что надо сделать, чтобы день прошел прекрасно? Чтобы было солнечно и без осадков. Чтобы было солнечно и без осадков, но в первую очередь, этот день, это утро замечательное, нужно готовить с вечера. То есть вечером никаких возлияний, не наедаться, и тогда вы встанете утром, выпьете чашку кофе, позавтракаете хорошо, и день будет солнечным и радостным. Спасибо, Сергей, спасибо огромное. Следуйте советам наших звезд, занимайтесь спортом, рыбалкой, и пусть у вас будет солнечно, без осадков, с утра и весь день.